все выехали на место сейчас посмотрим прозрак сверху вроде как неплохой непонятно вроде как рабочий вроде бы как нормально здесь скорее всего птица муки вот сейчас подорвались утки вот друзья вот такой куст чумачечи риднякова по краю глубина где-то по грудь местами по шею хорош такой глубинный куст это редкость 200 точно он идет второй момент я забыл кукан взять не знаю будем сейчас что-нибудь придумывать и все-таки я думаю дело до кукана не дойдет если не время у меня такая охота если рыбка будет реально будет врать сазана килограмм от пяти вот двоих взять отлично будет а если нет если нет может там парочку вижу таких килограмм 2 я их тоже возьму давно за рыбу не брал не стрелял все переодеваемся и бой прозрак оказался рабочим местами лучше и местами хуже ну в среднем полтора два метра видимость была в общем ни одной рыбки здесь не увидел даже окушка мелкого не видал пролазил наверное со два и лёжки делал и активный поиск был ни сходов ничего и приняло решение переехать другое место но уже вечером после работы поехал на один канальчик очень секретное место давно его не посещал карасики на входе сразу же порадовали меня рыбы было много ну гляньте какой окунь хороший а тут их целый косячок напугали они мне чуть резко выскочили пираты такая вот небольшая заводь отхожу в неё всегда я проверяю бывает и сазанчик здесь стоит и сомик сегодня у нас сильная жара была 40 градусов тяжело было но ничего водичка отлично прогрелась охотился я в троечке старенькая уже чувствовал себя прекрасно недавно я здесь неплохо попадал по сазану брал хороших экземпляров 6 7 8 килограмм это я обратно вышел на основную струю рыбка раньше бывало и скатывалась и поднималась в принципе встречалась по каналу везде прозрак метров пять наверно вот она первая пара целевая чё крупнее сазанчик не крупный килограмма два может чуть больше но он был очень бойкий давно такие бойких не брал настоящий дикарь вытянуты красавица не знаю его наверно минуты две накопался же вырывался из рук но что было дальше так еще не попадал ни разу вот они красавцы как хорошо стоят карасики также проскакивают неплохие экземпляры в районе килограмма но они нам сегодня не интересны а там где есть карась должен быть сазан по идее красота неимоверная прозрак просто космический все таки хочу в скором времени займите себе арбалет и охотиться такой прозрачной воде на карасика думаю будет отлично так чисто для души на море наверно такого прозрака не везде бывает вот они не знаю почему он поднялся так хорошо в этот раз он уже давно нерестился находимся мы на юге нерестился он где-то в конце апреля в начале мая то и весь май в принципе нерестился так же как и сазан хоть и погода в этом году странная была то тепло то холодно скакала очень сильно но что карась что сазан уже в основном без икры сазан еще проскакивает с икрой я не знаю часто замечаю что он круглый вот с икрой бывает в принципе как и карась но это в редких случаях и окуня и карась где же сазаны вот иду и думаю должен же быть сазан здесь вот по любому должен быть но вы друзья сазан больше не увижу так же обратите внимание на описание оставлю ссылки с алиэкспресс со снаряжением для подводной охоты и тяжело мне сегодня было среди такой кучи карася распознать сазана вроде смотришь так вдаль сматриваешься вроде ну вон там нет подходишь там карась крупный карась неплохой окунь был вот так бы арбалетик бы по отстреливать метров с пяти по караськам но это уже преувеличил арбалет я думаю максимум восемьдесят пятый себе возьму охота у нас речная не всегда такой отличный прозрак в принципе в этом месте он всегда такой можно поехать отдохнуть рыбка здесь редко хорошая бывает но отдыхаешь душой что творится просто такие толпы что творится просто такие толпы все что творится уже дошел до конца так и не просчастливилось мне добыть второго сазанчика но одного хватит Вот он мой улов за сегодня Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии До новых встреч